Наше путешествие по Малайзии и Индонезии было автомобильным, чему мы несказанно рады. Автомобиль это свобода передвижения. Однако в этих азиатских странах есть свои нюансы, о которых и хотелось бы рассказать. Рассказ пойдет о материковой части Малайзии и об острове Ява и Бали в Индонезии. Прокат автомобилей. Арендовать авто в Малайзии не составляет никакого труда. Любой агрегатор выдает на выбор множество прокатных контор с разнообразными ценами. Большинство местных прокатчиков даже не берут залог, если аренда авто уже полностью оплачена. Это большой плюс. Стоимость прокатного авто может быть разной в зависимости от марки машины. Например, местный автомобиль Протон Сага обойдется 15 тысяч рублей на 9 дней. В Индонезии прокатчики также не берут залог, если авто оплачено заранее. Но вот с поиском автомобиля могут возникнуть проблемы. Не так много известных мировых прокатчиков предоставляют авто в Индонезии. А если таковые имеются, то их авто стоит баснословных денег. Документы. В Малайзии проверяют только российские права. Про международные даже не спрашивают. В Индонезии ситуация такая же. Но будьте внимательны на Бали. Если вы едете туда на авто, в паромной зоне полицейские спрашивают международные права. Дороги и пробки. В Малайзии практически все дороги хорошие, можно поставить твердую пятерку. Отличное дорожное покрытие, широкие автострады, множество съездов, заправок и кафе вдоль дорог. Много платных дорог, которые в общей сумме влетают в копеечку. Оплата производится двумя способами. Либо наличными, либо по специальной карточке Touch and Go, на которую заранее кладутся деньги и которые можно купить на самих пунктах оплаты дорог. К сожалению, у платных дорог не всегда есть дублирующие бесплатные. Пробки в Малайзии – обычные явления, особенно в больших городах. На автострадах между городами можно вдохнуть спокойно, хотя и здесь чувствуется, что поток очень плотный, машин много. В Индонезии дороги тоже хорошие. Есть широкие автострады, но в отличие от Малайзии есть множество узких дорог, где едва помещается одна машина. Часто шоссе ведет через множество городов, где поток движется со скоростью 20-30 км в час. В отличие от Малайзии, в Индонезии меньше платных дорог и расположены они в основном в области Джакарты. Там можно передвигаться без проблем, быстро и комфортно. За все наше автомобильное путешествие по Индонезии мы уяснили одно – на авто тут далеко не уедешь, и если хочется посмотреть много достопримечательностей, то нужно очень много времени. Дорожные знаки, правила движения и участники дорожного движения. В обеих странах левостороннее движение. В принципе, дорожные знаки и ПДД такие же, как у нас. Знак главная дорога и одностороннее движение практически не встречается. В Индонезии есть свои минусы, которые касаются манеры вождения. Создается впечатление, что водители не имеют прав, как будто едут по наитию. Посередине дороги со скоростью 35 км в час, не уступая и не пропуская вперед. Ночью включают дальний. Светофоров не так много, пешеходных переходов, кажется, нет вообще. Поэтому люди перебегают дорогу как попало. Вождение здесь не стрессовое, а скорее раздражающее, потому что множество водителей, словно мухи, совсем не активные. В Малайзии ездить чуть активнее, от этого водить намного проще. Итог. Вождение в Малайзии и Индонезии нельзя назвать сильно стрессовым. Только всегда нужно помнить о том, что движение левостороннее. Общую картину портят грандиозные пробки, от них сильно устаешь и ничего не успеваешь. Ездить в Малайзии на машине можно и нужно, а вот про Индонезию надо подумать. Но если у вас в запасе куча времени и терпения, почему бы и нет? На Бали лучше брать скутер, на авто здесь совсем плохо. Читайте больше информации о нюансах вождения в Азии на сайте yapu.ru. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok